МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа события в студии Лариса Шалафаст. Смотрите в этом выпуске. А снег идет. Метель в Самаре продлится еще несколько дней. Ракетостроитель со студенческой скамьей. Самарец стал первым обладателем Гагаринской премии. Отпустить раньше срока и вернуть 220 миллионов рублей. В суде решали, имеет ли право мошенница на условно-досрочное освобождение. Второй год подряд на первом месте. Проект телеканала «Самары ГИС» стал победителем всероссийского конкурса «Семья и будущее России». Открой личный кабинет и спи спокойно. Налоговая служба обучает пенсионеров основам компьютерной грамотности. Самолет, принадлежащий РКЦ «Прогресс», сегодня экстренно приземлился в аэропорту Казани. Ан-26 направлялся из Самары в Байконур. На его борту находились 20 пассажиров и 9 членов экипажа. По пути к космодрому пилоты сообщили о технических неполадках одного из двигателей. Борт приземлился в Казани. Посадка прошла в штатном режиме. На место выехали представители Приволжского следственного управления на транспорте. Сейчас проводится проверка. Самолет проходит технический осмотр. Пассажиры размещены в аэропорту. Для перелета выделен дополнительный самолет, который в ближайшее время вылетит с пассажирами в Байконур. Народный день жестянщика в этом году выпал на последний день октября. За прошедшие сутки в Самарской области из-за снегопада произошло 16 аварий, в которых погибли 3 человека. 20 получили травмы. Автолюбители встают в километровые очереди на смену резины. А те, кто уже переобулся, развлекаются игрой снежки. Одевшись потеплее, Андрей Горгуленко вышел на улицу посмотреть, как в Самаре встретили первый снег. Ивана Куприянова, как и других автолюбителей, снег застал врасплох, несмотря на прогнозы синоптиков. А потому, чтобы переобуть свою машину, ему придется отставить большую очередь. Я вчера сюда приезжал ночью. Было тоже очень много машин. И утром было. Ну, вот сейчас повезло. Я сейчас вот уже подъезжаю. Ну, вчера тоже искал. Я за городом живу. Искал тоже в районных центрах. Везде очереди вообще громадные просто. Там по несколько дней запись вперед идет. У работников шиномонтажа, напротив, сегодня праздник. Ведь такой день год кормит. Много работаешь же, да? Успеваете все делать? Те, кто не успел переобуться, становятся виновниками многочисленных аварий. В народе дни первого снега называют днем жестянщика. Автосервисы тоже загружены по полной. В воскресенье ночью на пересечении улицы Осипенко с проспектом Ленина иномарку из-за гололеда отбросил на дорожное заграждение. В тот же день на московском шоссе водитель другой иномарки не справился с управлением и врезался в дерево, которое накрыло авто после столкновения. А на обводной дороге из-за снегопада возник транспортный коллапс. Большие грузы не могут двигаться в горку. И это только некоторые случаи. Сотрудники ГАИ настоятельно рекомендуют быть на дорогах внимательными и аккуратными. Синоптики ничего утешительного сказать не могут. На ночь 2-го числа мы ожидаем понижение температуры 4-9 градусов мороза по области, а на 3-е число 7-12 градусов мороза. А в связи с влиянием очередного циклона, который мы ждем к концу недели, ну к пятнице, там опять повышение температуры, ну практически до 0 градусов, плюс-минус 1-2 градуса, около 0. По прогнозам циклон из Самарской области уйдет только в среду. В четверг снегопад возьмет мхатовскую паузу до выходных, когда на регион обрушится новый циклон. Впрочем, снежная осень не всех ввергает в уныние. Рад первому снегу? Да. Почему? Снежки детства вспоминаются. 50 на 50, идти тяжело в школу теперь. А почему рад? А потому что снег, можно покидаться. Красота, первый снег, радость. Отлично. Автомобилистов жалко, правда, стоят. Все вовремя не подготовились. Такой снегопад здешние места уже видели. Но снег все равно не знал и падал. Да так, что в последние сутки октября выпала пятая часть месячной нормы осадков. Высота снежного покрова сейчас 11 сантиметров, а к вечеру будет и того больше. И хотя впереди еще целый осенний месяц, зима уже заявляет о своих правах. Поэтому плотнее застегиваем куртки и пуховики, достаем и надеваем шапки и перчатки. И внимательно смотрим под ноги, чтобы гололед и морозы не стали неожиданностью, как снег на голову. Андрей Горгуленко, Максим Гусев, Григорий Плешаков. События. Сюрпризы погоды стали первой серьезной проверкой на прочность для городских коммунальных служб. На Самарских улицах сегодня работала съемочная группа событий. Олег Зверев расскажет, как город справился с первым снегом. Случайность, непознанная закономерность. Уже традиционно в Самаре смена времен года происходит точно по календарю. 1 сентября осень, 1 ноября наступает зима. О том, что будет обильный снегопад, было известно заранее. А потому городские коммунальные службы оказались готовы к испытаниям. Первые снегоуборочные машины вышли на улицу Самары с самого раннего утра. Кирасиры городских дорог по мере упадения осадков расчищали проезжую часть, чтобы в часы пик не допустить транспортного коллапса. Снег убирали 134 единицы техники муниципального предприятия благоустройства. Но синоптики прогнозируют усиление осадков. Резервы у города есть. В зависимости от складывающихся погодных условий, в ночь выход техники составит 160 единиц. В принципе, если будет необходимо, предприятие в состоянии увеличить выход до 230 единиц техники. Учитывая опыт прошлых годов, в таком снегопаде сил предприятия достаточно, чтобы к утру, к началу рабочего дня и начало движения город обеспечил безопасность и удобство. Больших пробок на городских улицах удалось избежать. Движение шло в штатном режиме. В департаменте городского хозяйства обещают, что и в последующие дни будет так же. Не остались в стороне и управляющие компании. Во дворы и на внутриквартальные проезды рабочие вышли еще до рассвета. Пришлось выйти в 5 часов утра, работали без обеда. Убирали большую территорию. Жилья в 18, жилья в 13. Снег. Все время ходим за трактором. Холодно. В середине дня дворы уже были расчищены. У нас двор нормально чистится до утра, когда после снегопада. Так все нормально. Как справляются коммунальщики с сюрпризами погоды, обсудили на совещании в городской администрации. Нигде сбоя не произошло. И в выходные, и в субботу, и в воскресенье все дорожные службы, в том числе и районы, отработали в шатном режиме. Я бы хотел обратиться только к районам. На сегодняшний день сильный снег дают, чтобы мы сосредоточили свое внимание, в первую очередь, на тротуарах, квартальной, придомовой территории, на остановках. Сегодняшний снегопад – это лишь первое испытание нынешней зимы, которое в этом году будет холодной и снежной. Так предсказывают метеорологи. Главный вывод, который сделан по итогам работы – город готов к любым сюрпризам погоды. Олег Зверев, Василий Колдашов. События. Метель, туман и гололед. Именно в такую погоду в ГИБДД отмечают рост ДТП с пешеходами. Особенно, если они в темной, незаметной на дороге одежде. В ГИБДД напоминают яркие цвета и светоотражатели – залог безопасности. Для этого в центре Самары провели необычный флешмоб. Валерия Макарова продолжит. «Быть ярче безопасности ради» призывает госавтоинспекция пешеходов. С ними в этом году произошло почти 900 ДТП. В них больше 800 человек были ранены, 89 погибли. Риск аварии повышается с наступлением темноты и в плохую погоду. Не на руку водителям и любовь горожан к темной одежде. Таких пешеходов видно всего за 20 метров. Тогда у того, кто за рулем, оставится чуть больше секунды, чтобы избежать ДТП. А вот ярких пешеходов со светоотражателями в одежде водитель заметит метров за 200. «Не торопись! Засветись!» Это и название флешмоба, и его главная мысль. А сделать акцию запоминающейся помогли виртуозы казачьей шашки. Для флешмоба оружие модифицировали, и оно тоже стало ярким с помощью светоотражателей. Они же, но на одежде, могут спасти вам жизнь на дороге. Я не считаю, что эта штука бесполезная. Она помогает видеть пешеходов в ночное время, когда совсем темно и нет фонарей. Сотрудники ГИБДД напоминают, такие элементы не украшения, а залог безопасности. Внесены изменения в правилах дорожного движения, касающиеся в части обязанностей пешеходов, где им предписано в обязательном порядке использовать световозвращающие элементы в темное время суток в ненаселенных пунктах. Флешмоб в Самаре собрал 80 человек. Такие же акции прошли в Сызрани и Тольятти. Валерия Макарова, Артем Сулайманов. События. Впереди у него космос. Студент Самарского университета Андрей Песмаров стал лауреатом гагаринской стипендии. Почетную премию учредили в этом году в честь 55-летия первого полета человека в космос. Достойных выбирали по всей стране. И только три человека удостоились чести получить гагаринскую стипендию. Какой вклад герой следующего сюжета может внести в развитие ракетостроения, узнали наши корреспонденты. Композиционные материалы в ракетостроении. Эти слова заставляют его сердце биться чаще. Космос для Андрея Песмарова – мечта со школой, но не бескрайние просторы Вселенной, а то, что заставляет ракеты взмывать ввысь. После школы Андрей сразу решил поступать в Самарский университет, тогда еще с ГАУ. Ракеты – это очень здорово, особенно если смотреть эти пуски с телевидения, а если вживую увидеть, то это просто… Вот это меня и заразило поступить в этот университет. Вживую ракету видел, был на практике на Байконуре, но пуск, который должен был быть в октябре, его отменили. Гагаринская стипендия – хорошее подспорье и стимул учиться и работать дальше, говорит Андрей. За пять лет учебы в университете у него огромное количество публикаций в научных сборниках. Он получил больше 50 наград на всероссийских и международных конкурсах и форумах. Андрей изучает сопротивление материалов и теорию успешно умеет применять на практике. В руках у меня образец, который был растянут на данной установке, то есть он зажимается вот здесь с двух сторон и, соответственно, растягивается. Он знает, как растянуть металл и как сделать его легче и прочнее. Именно эти качества имеют большое значение в ракетно-космической отрасли, позволяя поднимать тысячи тонн металла в стратосферу и выше. Сейчас Андрей занимается дипломной работой, потом собирается в аспирантуру. Преподаватели говорят, студент скромный и обязательный, при этом по-настоящему увлеченный. Талантливый парень. Кроме обязательной учебы, у него есть еще и интересы и в науке, где он имеет определенные успехи. И та научная школа, которая у нас на сопротивлении материалов, он вписался очень хорошо в нее. Упрочняющие материалы сейчас востребованы. Они нужны не только в космической отрасли, но и в повседневной жизни, например, в автомобилестроении. В своей научной деятельности Андрей Письмаров намерен создать совершенно новый композитный материал с уникальными свойствами. А затем… Есть мечта у меня стать генеральным конструктором, например. Мечтать не вредно, конечно, но есть к чему стремиться. Марина Кравцова, Олеся Карецкая, Сергей Баскин, События. Выпуск продолжит новости экономики. Что внес понедельник в расстановку силы рубль-доллар, расскажет Олеся Карецкая. Здравствуйте. Сегодня цена на нефть немного снизилась. За один баррель марки «Брэн» дают 50 долларов 45 центов. На 1 ноября Центробанк установил курс доллара на отметке 63 рубля 21 копейка, евро 69 рублей 28 копеек. Золото стоит 2560 рублей, серебро 35 рублей 61 копейка за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 61 рубль 50 копеек. Дороже всего продать за 64 рубля 50 копеек. Центробанк и Министерство финансов разрешили заемщикам не предъявлять СНИЛС при запросе кредитной истории. Россияне, возможно, скоро перестанут получать квитанции за услуги ЖКХ от управляющих компаний. Вместо этого плата будет идти на счет каждого дома. Областное управление Федеральной антимонопольной службы привлечет к ответственности самарское охранное предприятие за рассылку рекламных СМС без согласия абонентов. У меня все. Увидимся. Далее коротко о других темах дня. Подозреваемого убийства семьи в Новокубышевске арестовали на два месяца. Это произошло в субботу в Самарском районном суде. 41-летнего Сергея подозревают в зверской расправе над 43-летней женщиной и ее 16-летним сыном. У матери отрезали фаланги пальцев, чтобы снять с них кольца. Мальчику перерезли горло. Трупы пролежали в квартире несколько дней, пока тревогу не забили соседи и родственники. В субботу в Самаре на улице Галактионовская почти полностью сгорел микроавтобус. От транспортного средства остался только один металлический скелет. Причины возгорания пока неизвестны. В этот день это был уже второй случай возгорания. Около полудня на автостоянке на улице Юных Пионеров сгорел легковой автомобиль. В Самаре водителю, который сбил насмерть женщину на перекрестке Владимирской коммунистической, дали 4 года колонии-поселения. Также суд обязал его выплатить 500 тысяч рублей компенсации родственникам погибшей. Напомним, инцидент произошел в ночь на 30 апреля 2016 года. По версии следствия, мужчина, будучи за рулем девятки, сбил насмерть 42-летнюю женщину и скрылся с места аварии. На процессе выяснилось, что подсудимый в тот день употреблял алкоголь, а также имеет 5 судимостей, одна из которых не погашена. В Тольятти почтят память погибших при взрыве автобуса. 9 лет назад, 31 октября 2007 года, произошла страшная трагедия. Около 8 часов утра на пересечении улиц Карла Маркса и Гагарина в автобусе, следующем по маршруту номер 2, раздался взрыв. Погибли 8 человек, 56 получили ранения. Спустя двое суток скончался старший врач скорой помощи Валерий Веденичев, в числе первых прибывший на место трагедии. Не выдержало сердца. Среди многочисленных пострадавших были студенты университета сервиса. Отпустить раньше срока и вернуть 220 миллионов рублей. В суде Куйбышевского района Самары решали вопрос об условно-досрочном освобождении Татьяны Живжаренко. За мошенничество в особо крупных размерах суд приговорил ее к 8,5 годам лишения свободы. Сейчас женщина находится в колонии. Есть ли у нее шансы на свободу, выяснила Олеся Корецкая. Татьяна Живжаренко руководила группой компаний-поставщиками АвтоВАЗа. За несколько лет предприятия заработали хорошую кредитную историю. Тогда Татьяна создала несколько фирм с такими же названиями и взяла кредиты в нескольких банках. Когда пришло время платить по счетам, фирмы оказались пустышками. Банкам, как доказало следствие в суде, был нанесен ущерб в 220 миллионов рублей. За мошенничество в особо крупном размере Татьяну Живжаренко приговорили к 8,5 годам лишения свободы. Ходатайство об условно-досрочном освобождении подал защитник осужденной мошенницы. Большую часть срока женщина провела в следственном изоляторе. Сейчас она находится в колонии общего режима. Ей осталось отбывать наказание чуть больше двух лет. На заседании страна обвинения просит пригласить потерпевших, представителей банков и кредитных организаций. Имеется необходимость в истребовании информации о позиции по данному вопросу от потерпевших, информации о отношении к вопросу условно-досрочного освобождения и информации о реально принятых мерах по возмещению причиненного преступлениями Живжаренко имущественного вреда. В ответ защитник и адвокат выдвигают несколько требований. Сделать запрос о зарплате осужденной и прояснить ситуацию с ее имуществом. На сегодня 12 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости Татьяны Живжаренко стоимостью более 300 миллионов рублей находится под арестом. Почему до сегодняшнего дня аресты не сняты, имущество не реализовано, почему потерпевшие не получили возмещение того вреда, которым было причинено преступлением, мне непонятно. Без этого вопроса, то есть дважды человека наказывать за одно и то же, я считаю, что это незаконно. Законных оснований для отказа в условно-досрочном освобождении на сегодняшний день не существует. Заслуживает ли Татьяна Живжаренко условно-досрочного освобождения, решит суд. Заседание отложили до 17 ноября. Олеся Корецкая, Дмитрий Мешканцов, События. Без смене улучшить демографию в стране. В этом уверены организаторы всероссийского конкурса «Семья и будущее России». В эти выходные в Москве подвели итоги и наградили победителей. Программа «Право на маму» нашего телеканала второй год подряд получила первое место. Более 6 тысяч работ, свыше 500 участников из 80 регионов. Таков представительный состав конкурса в этом году. В третий раз его проводит фонд Андрея Первозванного при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Укрепление семейных ценностей – главная задача конкурса. И именно семейной тематике посвящены все представленные материалы. Организаторы и члены жюри считают, что социальная журналистика – ответ вызовам времени. Вот этот вызов, он совершенно совпадает и с нашим желанием, и с нашим стремлением учить студентов писать о тех темах, которые являются для нас сегодня стратегическими. Эта тема вообще связана с национальным интересом России. Отношение общества к многодетным семьям, традиционным семейным ценностям – основа благополучия государства. Так считает председатель попечительского совета Всероссийской программы «Святость материнства» Наталья Якунина. Позитивных изменений в этом невозможно добиться без участия СМИ. Поэтому по инициативе программы в различных регионах России стали подписывать меморандумы об утверждении и продвижении семейных ценностей. Благодаря этому конкурсу родилась идея создания ассоциации журналистов, пишущих на семейную тематику. Сейчас ассоциация насчитывает 120 членов, но я уверена, что она будет расти. Программа телеканала «Самараги. Справа на маму» второй год подряд становится победителем конкурса в номинации телевидения. В эфир она выходит уже почти пять лет, несмотря на то, что социальные проекты – большая финансовая нагрузка для телеканала. Телевизионный бизнес – он бизнес, конечно, но это еще и та сфера, которая делает общество обществом. Самая главная награда для журналиста в этой программе – это, конечно, устроенные судьбы детей. И для канала это тоже самое главное, потому что многие судьбы, они были увидены глазами журналиста, но непосредственно усыновителями увидены на нашем телеканале. Около 200 героев программы «Право на маму» за эти годы обрели семьи. Несколько выпускников детских домов нашли работу и получают профессиональное образование. Инесса Панченко, Артем Сулайманов, События. «Браво» кричат сегодня в Доме актера, где проходит церемония награждения премии «Браво». Весь прошлый сезон зрители не просто приходили на спектакли, но и заполняли анкеты. В Союзе театральных деятелей сейчас работает наш корреспондент Марианна Мирная. В эти минуты в Союзе театральных деятелей проходит церемония награждения победителей Самарской городской театральной премии зрительских симпатий «Браво». С 2012 года зрители отдают свое предпочтение путем голосования и голосуют за лучшего актера, актрису, театр и спектакль. Хочется отметить, что в этом году в голосовании приняли участие больше 10 тысяч зрителей. А главную интригу «Любимый театр самарцев» конечно оставили на потом, и мы вам расскажем об этом позже. Подробный репортаж о том, кто же получил премию «Браво» смотрите в наших следующих выпусках. Открой личный кабинет и спи спокойно. Налоговая служба обучает пенсионеров основам компьютерной грамотности. Сегодня нет необходимости стоять в очередях и заполнять квитанции от руки. Достаточно воспользоваться электронным сервисом. Олег Зверев изучил программу. Первые сведения о возможностях всемирной сети они узнают от внуков, а потом уже учатся применять их на практике. Сегодня интернет везде, а значит знание ресурсов не просто облегчает жизнь, это требование времени. Житель Самары Валерий Дмитриевич Федянин из числа продвинутых пользователей. Сегодня он снова сел за парту, чтобы закрепить уже имеющееся знание. Новости, спорт, фотография, социальная квартплата, электроэнергия, налоги за машину, за гараж. Все это идет через интернет у меня. Тема урока – налоги. Предмет актуальный для пенсионеров. Помимо знаний фискального законодательства, каждый из них имеет льготы. Чтобы получить ответы на все вопросы, достаточно зайти на интернет-страницу. А уже в личном кабинете можно и получить информацию, и все необходимые операции произвести. Пенсионеры нашего региона, в том числе и Ленинского района, будут обучены ресурсу личный кабинет налогоплательщика, в котором они могут узнать все сведения об имущественных налогах, которые они должны заплатить, о сумме, об объектах, получат возможность получить квитанции об уплате имущественных налогов и заплатить свое время на налоги. В Самарской области входит в двадцатку лучших регионов по количеству активных пользователей личного кабинета налогоплательщика. 450 тысяч жителей уже подключились. Интерес к сервису проявляют и старшие поколения. Для них Министерство образования организовало бесплатные курсы компьютерной грамотности. Работают более ста образовательных площадок. Пенсионеры снова в числе пионеров, а теперь еще и по налоговым вопросам. О своем участии в проекте заявили более двух тысяч пенсионеров, для которых важен принцип – зайди в личный кабинет и спи спокойно. Олег Зверев, Максим Гусев, События. Выпуск продолжит новости спорта. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин, и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Бойцовского характера Игорю Ринкусу не занимать. За плечами десятки турниров от городских до всероссийских. В копилке 27 медалей, теперь 9 золотых. На татами Игорь впервые вышел в 7 лет. Мечтает, что когда-нибудь станет олимпийским чемпионом, а для этого он регулярно тренируется. Легкая атлетика, акробатика и, конечно, приемы дзюдо. Чтобы участвовать в олимпийских играх, нужно пройти очень много соревнований, очень много тренироваться и очень упорно. Самарская школа дзюдо «Мужество» выставила на турнир памяти Келлина 20 борцов. Некоторые уже попробовали себя в прошлом сезоне на первенстве страны, другие тренировались в сборной Самарской области. Несколько человек впервые боролись на официальных соревнованиях. Однако и для спортсменов, и для тренеров мемориал Келлина – это не только борьба за награды, это еще и дань уважения известному спортивному журналисту. Мы все, когда были действующими спортсменами, выросли на новостях спорта от Владимира Келлина. Улыбка на лице, но до сих пор даже памяти его. И побороться на этих соревнованиях мы как можно больше ребят выставили, ну, как почтить память отличного человека. За кубок Келлина боролись мальчишки и девчонки до 13 лет. В восьми весовых категориях на татами вышло 420 человек. Половина спортсмена 63-го региона – Жигулевск, Сызрань, Тольятти, Чапаевск и Самара. Остальные представляли почти все по Волжье. Сборная Ульяновска приехала на турнир основным составом. За медали боролись 24 дзюдоиста. Вызов пришел, мы решили приехать. Я думаю, теперь это войдет в традицию, мы будем всегда сюда приезжать, потому что реально соревнования хорошие, и дань отдать человеку тоже. Ульяновские борцы завоевали три медали – одно серебро и две бронзы. Этот старт получается у этих ребят первой в этом сезоне. Они пробуют себя, готовятся дальше к первенству города, первенству в области. Много умеют, поэтому уже борьбу можно наблюдать. Сборная Самарской области заняла первое общекомандное место на мемориале Келлина. 24 медали на счету. В том числе девушки завоевали два золота, юноши пять раз поднимались на высшую ступень пьедестала почета. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова